всем привет вот так выглядит перестанов мой после всех доработок не скажу что это окончательный вариант потому что всегда какие-то идеи приходят и мне приходится его переделывать но это обзор на него думаю сделать на следующей неделе пока я его еще вот свежая краска пока не замазал не масло не заляпал руками перчатками на следующей неделе будет обзор сегодня у нас главный актер будет вот этот вот джойстик для частотника сейчас я его сниму разберу на органы и покажу как устроено расскажу как делал судя по разной информации в интернете у многих возникает проблема такая с подключением частотника то есть подключением тумблера переменного резистора панациометра и поэтому для облегчения такого труда и для удобства я в общем то и сделал вот эту штуку всю то есть мне тоже было что-то лень копаться искать информацию в книжке разбираться подключать тумблер потом искать надо потенциометр потому что на один частотник я потенциометр выписывал с китая потому что не смог найти нужного сопротивления потенциометр сделал я его прошлой зимой сразу не показывал потому что решил обкатать испытать потому что есть такие самоделки которую сделаешь неделя-две и выбрасываешь ты забываешь неудобно пользоваться или еще что-то или переделываешь и вот чтобы не было потом вопросов почему ты нам показал а потом сам уже опять пользуешься по-другому токарником я не показывал но уже вот больше полу до скоро год будет я его где-то в январе на она сделал прошлой зимой и вот пользуюсь и джойстик намного удобнее чем кнопки потому что джойстиком через два часа работы вот после установки джойстика я уже начал работать просто автоматом то есть не глядя на панель управления рука сама тянется отключает выключает единственное когда смотришь туда чтобы поменять частоту или обороты на а джойстик вообще не сравнить нажимать кнопки например или вот этого джойстик и даже тумблер поставишь там все равно это пипка маленькая а на джойстике рычаг можно делать любой длины какой вам нужен какой будет удобно и так все начинает так для этого основная деталь кронштейн который крепится уже к панели вот она панель и кронштейн сюда крепится вот так вот через болты кронштейн буквой п сделан так он будет буквой п сделан он дальше здесь сверли на отверстие 2 и вырезана по диаметру вот этого штока ручки то есть чтобы она здесь свободно ходила ну вот передвигалась здесь у меня фрезерованы пазы но это потому что мне интересно было заморочиться вместо этих пазов можно сделать просто вот эти вот ножки чуть повыше но это сейчас дальнейшем поймете для чего или уже кто-то понял это короче для того чтобы вот эта качелька она когда здесь стоит вот эта качелька она ходит туда-сюда то есть если не будет этого паза она будет просто упираться и не даст включать поэтому если пазы делать нечем или не охота можно просто сделать ножки выше она будет стоять вот так качелька это ну на уровне ножек вот на уровне вот этой вот плоскости вот так вот примерно чуть ниже будет и будет давать место включать ей ну а дальше пружина которую подбирать уже надо будет самостоятельно по вашему желанию два болта на 5 это для крепления два болта на три с гайками это регулировочные и крепежный винт на который крепится ручка вот такое устройство а теперь будем собирать первым делом пружину нужно подобрать так чтобы пружина будет все равно подбираться опытным путем потому что или мягкую поставите сначала или жесткую то есть как удобно будет именно нажимать вам и пружину нужно подбирать чтобы она при упоре в этот винт сжималась то есть здесь еще закручивается вот эта качелька она сжималась и еще у нее был люфт ну вот разбег ведь она сжимается дальше чем резьба потому что она будет играть постоянно нужно чтобы она сжималась полностью ну а сборка я думаю тут уже догадываться много не надо все производится просто сначала вставляется вот эта ручка дальше винтом сразу не крепим потому что потом не закрутиться это качелька но во всяком случае в той конфигурации как сделано у меня качелька сразу не закручивается вставляю винт надеваю пружину и вот теперь уже закручиваю качельку легким движением руки закручиваю качельку заусенцы только что обработал на этой качельке и теперь попал или поймал или попал есть закрутили дальше подтянули подтянули пружина она еще играет вот она вот он джойстик у нас так и будет ходить вот эта пружина его создает ему жесткость вот дальше ловим винт а теперь вам наверно видно не будет вот оно отверстие совмещаем отверстие закручиваем винт совместил не совместил не знаю пока пока не попал все винт закручен здесь заподлицо вышел все нормально вот у нас наша качелька играет я сделал слабую пружину потому что жесткая как-то она мне не сильно ты ахти вот а дальше вставляем уже регулировочные болты вот что получается пока без винтов показать вам как она примерно работает хотя уже все давно поняли да так нажимает одной стороной и так остается только крутить регулировочные винты и подвести что был там минимальный зазор ну или кому как устраивает я тут без вас немного поколдовал и переделал качельку ну то есть вот эту планку почему расскажу отверстие в ней вот эти вот которые на 3 они сходятся ровно по кнопкам посередине кнопок но при закручивании у них болтов и потом когда она вот так ходит радиус то меняется получается что видно будет нет вмятины в кнопках что болты уже давит шляпки болтов не посередине кнопок она то работает да ну кошки шкребут на душе и поэтому поэтому я сделал новую и раздвинул в ней уже отверстие от центра по миллиметру в стороны ну и вдобавок кинулся у меня оказалось 3 мечик слома и поэтому я поставил уже четвертые виды и попробую сейчас собрать без контрагаек потому что они туго закручиваются и навряд ли они открутятся то есть как выставлю один раз так и будут стоять поэтому вот эту штучку в сторону вот эти вот винты мелкие на три в сторону с гайками и теперь его она будет у нас вот так вот теперь уже винты ставятся посередине нажимается эта кнопка нажимается эта кнопка вот так теперь должно быть все нормально продолжаем вот смотрите о чем я говорил так сейчас не закреплен я просто его поставил вот сейчас болты далеко например от кнопок и при изменении радиуса давид на край кнопки но сейчас буду регулировать винты выкручивать и должно быть все посередине ну и вот так она работает теперь винты отрегулировал сейчас собираю и смотрим уже наверно на станке как он будет себя покажет ну и вот итог сегодняшнего фильма вот на следующей неделе будет обзор станка а пока удачи здоровья до новых встреч